Эта история похожа на начало классического фильма ужасов. Старый, но очень красивый особняк, в котором десятки лет никто не жил. Необычно низкая стоимость аренды, всего 9 тысяч рублей в год. Все это плюс удачное расположение подкупила Виталия, и он уже готовится к ремонту дома, который в народе называют призраком. Привидение вообще, боитесь, не боитесь, верите, что здесь есть какая-то страння? Не, не верю, так бы не взяли. История аварийного дома по Комсомольской СТО довольно мрачная. Специалисты уверяют, что построила его дочь купца Волобуева, но после смерти мужа продала. Новая хозяйка сдавала комнаты в наем. Верхний этаж замка занимали монахи из-за Кавказия, которые пугали обитателей дома своим видом и пением. Но дух смерти, уверены краеведы, здесь действительно витал. Здание служило как военный госпиталь, а в 20-х предполагается, что в этих стенах большевики устраивали жестокие допросы. После Великой Отечественной войны тут лечили больных туберкулезом. К слову, не всегда успешно. Дурная слава дома породила множество городских легенд. И адрес Комсомольская СТО стал культовым для любителей мистики. Виктория и Сабина называют себя эзотериками, а не из тех, кто верит в темную ауру этого дома. Тотемчик – это такое выражение внутреннее меня, так сказать. Через этот тотемчик просто лучше чувствуется атмосфера. Когда мы сюда зашли, тотемчик немножко похолодел. То есть здесь что-то все-таки происходит, какие-то энергии здесь есть. Жить здесь, признаются девушки, они бы не стали. Но перевозить вещи сюда Виталий и не собирается. Он берет дом в аренду на 49 лет и обещает отремонтировать. Это главное условие сделки, выставленное став краимуществом. В 2016 году провели работу по строительным изысканиям, строительной экспертизе данного объекта. Подготовили проектно-сметную документацию. Хочу отметить, что стоимость восстановления данного объекта составила, согласно расчетам специализированных организаций строительных, 32 миллиона рублей. То есть, соответственно, человек, который стал арендатором данного объекта недвижимости в течение 4 лет, должен вложить в него данные средства. Приступить к ремонтным работам Виталий планирует уже этой весной. Уверен, что быстро вернет зданию прежний вид и лоск. Но как именно будет использовать дом с привидениями, пока держит в секрете. Разговоры ходят, что будет квест. Насколько они... Ну, почему и нет. Место подходящее. Возможно, и квест будет. Может быть, гостиница. Будем смотреть, что подойдет больше к этому дому. По словам Виталия, предложения от организаторов страшных квестов уже поступают. Так что, возможно, если призраков вместе с домом арендовать и не удалось, скоро здесь заведутся новые коммерчески привлекательные. Анна Поляруш, Николай Попов, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение.